Ирина Афонская Сейчас в 21 веке фашисты снова развязали войну. Но теперь они изображают из себя антифашистов. Нацисты оправдывают свое вторжение в другую страну тем, что хотят ее деноцифицировать и борются с нацистами. А оккупация другой страны объявляется ее освобождением. Страна, где президент еврей обвиняется в том, что ей управляют нацисты. В доказательство этого человек, занимающий высокий пост, аж министра иностранных дел, как малограмотная бабушка на лавочке, пересказывает обывательские байки, что Гитлер имел еврейских предков. Таким образом, еврей устроил евреям холокост. А еврейская страна Израиль обвиняется в пособничестве нацистам. Причем это происходит не когда-нибудь, а именно в день памяти евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны. Это специально лишь, что ли, выбрана именно эта дата. Опять вспоминаются слова Чехова. Вся Россия – это палата номер 6. Как известно, Чехов имел в виду палату сумасшедшего дома. А между тем, определить, кто фашист и кто нацист, очень просто. Фашисты и нацисты – это те, кто начинают войны. Те, кто нападают. Те, кто убивают. Все. Точка. Никаких других определений и способов это определить не надо. В них нет необходимости. В данный момент Россия напала на Украину и убивает ее жителей. Все. Ситуация четкая и ясная. У всех нормальных людей с нормальными мозгами, без ваты в голове, нет никаких сомнений в том, кого в этой ситуации следует считать фашистами и нацистами. Очевидно, что борются с фашизмом и нацизмом те, кто защищают свою страну, а не те, кто нападает. Во время Второй мировой войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Именно национальный советский народ защищал свою страну. Сейчас Россия напала на Украину. Так что, кто в этой ситуации фашистская страна, а кто борется с фашизмом? Ответ очевиден. Попытки оккупантов изобразить из себя освободителей, а фашистов изобразить из себя борцов с фашизмом, просто смешны. Кстати, напав на Советский Союз, Гитлер тоже говорил, что он его освобождает. Освобождает от коммунистов. Он тоже считал себя освободителем. Попытки оправдать нападение на другую страну и захват другой страны байками про каких-то мифических нацистов, якобы находящихся там у власти, настолько нелепы, что нормальному человеку даже кажется странным на эту тему что-то доказывать и спорить. Настолько это очевидная ложь. Эти мифические якобы нацисты не нападали на Россию и не убивали ее жителей. Это Россия напала на Украину и убивает ее жителей. Только зомбированные полные идиоты могут в этой ситуации размахивать Донбассом как знамение и кричать, что война началась еще 8 лет назад на Донбассе. Разумным людям просто смешно слушать эти попытки этой глупостью оправдать войну. 8 лет назад на Донбассе Россия тоже напала на Украину, оккупировав Донбасс и начав войну. Так что и тогда была такая же ситуация. Кто напал, тот и фашист. Только дошедшие до полного идиотского отупения могут поверить в то, что причина этой войны защита людей Донбасса. И что нападение на Украину и убийство народа Украины это способ защитить жителей Донбасса. То, что это ложь, которая просто используется для того, чтобы напасть на другую страну с целью ее корыстного захвата и присоединения, слишком очевидно, чтобы это не понимать. То, что точно так же поступил и Гитлер, когда начинал Вторую мировую войну, напав на Польшу и Чехословакию под тем же предлогом защиты немцев, проживающих в приграничных районах, достаточно известно. И если кого-то плохо учили в школе и он этого не знает, это нетрудно узнать сейчас, если бы только было желание знать правду. Но как раз его-то и нет. Кстати, военные действия на Донбассе были не 8 лет. Они были 8 лет назад. И в последние годы и на момент нападения на Украину, Украина не вела никаких военных действий на Донбассе. Что никакого предлога попадать на Украину из-за того, что было 8 лет назад, что бы там ни было, 8 лет назад, не имелось. Эти путинские зомби на самом деле только делают вид, что они верят во все это. Они изо всех сил пытаются уверить в этом самих себя. Просто потому, что им это удобно. До войны я видела, что это за люди. О них до войны я писала в статье «Патриотизм по-путински». Это ужасные люди. Они думают о происходящем то, что им хочется. То, что им приятно и удобно. А что там происходит на самом деле, им на это наплевать. Правда им не нужна, потому что она им неудобна. Поэтому им удобнее жить во лжи. И при виде неудобной им правды, вместо того, чтобы признать ее, они пытаются найти любые уловки и оправдания. До войны они уверяли сами себя, что в России все хорошо и с каждым годом становится все лучше. А те, кто говорит, что это не так, просто врут, потому что они агенты Запада. Что по телевизору правда, а в интернете все врут. Потому что им просто хотелось, чтобы так было. Они выдавали желаемое за действительное, потому что им было так удобно и приятно. Они жили в выдуманном мире, не имеющем ничего общего с реальностью. Прячась от настоящего. Потому что так им было удобнее. Так можно жить спокойно, со спокойным сердцем и хорошим настроением. Гулять в парке, ходить в кафе, на тусовки и фотосессии. В то время, как людей сажают в тюрьмы, избивают и даже убивают. И не волдоваться и не переживать из-за того, что в стране что-то не так. Не испытывать угрызений совести, из-за того, что в стране происходит черт знает что. А ты с этим миришься и против этого не борешься. От пытавшихся открыть им глаза, сказать правду, они отмахивались досадой за то, что те нарушают их спокойствие. Успокаивая себя, что они просто врут или ничего не понимают. И не хотели слушать. Они не хотели, чтобы правда разрушала их удобный и выдуманный мир, где им было так спокойно. Они хотели в нем оставаться. Они думали, что это патриотизм и любовь к России. А себя считали патриотами. На самом деле, конечно, никакого патриотизма в этом не было. И любви к России не было ни грамма. Была только любовь к самому себе, тщеславие и соболюбование. Где убеждение о величии России было только способом утвердиться в мысли о собственном величии. И стремление к собственному спокойствию. И свое спокойствие им было дороже России. Но больной, не признающий свои болезни и считающий себя здоровым, от болезни умирает. Я смотрела на них с удивлением и думала, ну как же они так могут? Допустим, они не понимают, что страна превратилась в фашистскую диктатуру. Потому что сами они с оппозиционно настроенными людьми не общаются. В этих кругах не вращаются. Интернет не читают. В уверенности, что там все врут. Поэтому о политических репрессиях в стране ничего не знают. И потому же не знают о состоянии экономики страны, о ее социальном состоянии. И обо всем происходящем в ней за узкими границами своей собственной жизни, своей собственной семьи. Но они же не могут знать хотя бы об уровне зарплаты пенсии в стране. Да, те, кого я знала, были людьми небогатыми, но достаточно обеспеченными. Во-первых, они жили в Москве. Во-вторых, их собственный уровень дохода позволял им жить достаточно комфортно. Иметь хорошие зарплаты или бизнес, квартиры, машины и дачи, ездить за границу на отдых и даже на спортивные соревнования. Но не могут же они не видеть, что таких, как они, пара процентов населения. И вокруг них весь народ живет совсем иначе. Даже в Москве не все благоденствуют. А за пределами МКАД вообще другая жизнь. Они не могут не знать, что большинство населения живет на пенсию в 10 тысяч и на зарплаты в 15-20 тысяч. И что это иное, как не геноцид своего народа. Объясняется это очень просто. Им было неудобно признаться самим себе в нереальности своего выдуманного мира. В том, что на самом деле все совсем не так, как им хочется думать. И в стране все не так хорошо. Потому что признать это означало бы признать то, что все эти 20 лет, когда они голосовали за Путина и его команду, они ошибались и были полными идиотами. А признавать себя идиотом, конечно, неприятно и не хочется. Это значит, что 20 лет своей жизни они прожили глупо. А теперь, когда случилась война, дело приняло другой, гораздо более серьезный оборот. Теперь признать правду, это значит признать, что твоя страна не борется с нацизмом и фашизмом, а сама таковой и является. Не освобождает другую страну от нацистов, а напала на другую страну и захватывает ее с корыстной целью – подчинить ее себе. Как делали все завоеватели. Как делал Гитлер. Что твоя армия убивает другой народ. Невинных людей, которые не являются никакими нацистами и не имеют к ним никакого отношения. В том числе женщин, детей и стариков. Помбиты разрушают их дома, оставляя их без жилья. А ты не только не протестуешь против этого и с этим соглашаешься, но даже это одобряешь. Значит признать, что ты не только дурак, но и подонок. И что фашист и нацист на самом деле ты сам. А это совсем другое. Признать правду теперь не только неприятно и неудобно, как это было раньше. Теперь признать правду страшно и невыносимо. И поэтому они опять идут по привычному методу. Жить во лжи, потому что так удобно и спокойно. Они хватаются за ложь, как за соломинку, чтобы не упасть в бездну. Потому что ложь это их единственная последняя соломинка. Чтобы оправдать свою страну и себя. Они прячутся от правды, как страус прячет голову в песок. Потому что правда слишком страшна. И если впустить ее в свое сердце, оно может разорваться от боли. Поэтому они опять, как и прежде, пытаются обезболить свое сердце наркотиком лжи. Они сами себя уверяют, что нападая на другую страну, это они так борются с фашизмом и нацизмом. Что их армия не убивает людей, а освобождает. А те, кто говорит иначе, все врут. Это все фейки. Потому что опять им так удобно. Гораздо удобнее считать себя антифашистом и борцом с нацизмом. Чем признать себя подонком и фашистом. Так можно жить спокойно, как прежде жили. Делая вид, что ничего не происходит. Ходить в кафе, на тусовки, на фотосессии. Не думать о том, что рядом с тобой убивают людей. При твоем участии. Потому что не протестуя против этого и соглашаясь с этим, ты не свидетель. Ты соучастник. Соучастник убийства. Многие столкнулись с тем, что все попытки их убедить и говорить им правду о том, что происходит, бесполезны. И наталкиваются только на то, что они не хотят общаться с теми, кто говорит им правду. Кричат им, надо мне ничего рассказывать. Я не хочу это слышать. Не надо мне присылать ссылки. И вообще не надо мне писать. Я не хочу с тобой общаться. И блокируют оппонентов. В электронной почте, в соцсетях. Они превратились в обезьян из известной песенки. С закрытыми глазами и ушами. Ничего не вижу, ничего не слышу. Потому что не хочу. Не видеть, не слышать. Они по-прежнему считают это патриотизмом. И не хотят верить, что эта война погубит не Украину, которая спасется, потому что ее защищает весь мир, но погубит Россию. Но зомби не хотят в это верить, потому что им опять же это неудобно. Им удобнее и приятнее думать, что они настолько сильные, что могут победить в войне со всем миром. Их уровень развития так низок, а уровень невежества так велик, что они не понимают, что теперь будет с Россией. Или не хотят понимать, чтобы опять же не нарушить своего спокойствия, которое им дороже России. Несмотря на все усилия современных русских фашистов и нацистов изображать из себя антифашистов и борцов с нацизмом, у них это плохо получается. Их истинное лицо видно сквозь маску лжи, как торчащие из-под колпака ослиные уши. Все видео, посвященные войне на Украине на канале, соединены в плейлисте «Война на Украине». Также есть плейлист «Война на Украине» и видео на других каналах, где собраны видео касательно войны на Украине, которые я рекомендую посмотреть на других каналах. Материалы о войне на Украине есть на моем сайте afonskaya.ru в рубрике «Общество» оглавление на специальной странице «Война на Украине». Все ссылки на плейлисты и сайт в комментарии под видео. Рождаясь, не выбирают страну и нам вовек не оборвать эту нить. Моя страна ушла на войну, и я не смог ее остановить. Кому власть да сласть, кому с ума да тюрьма, а я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь. И что тут делать, и как тут быть, если все отныне верно? Не надо ним бы икры ей растить, надо просто не быть г**ном. И я уверен, только в одном пришла пора выбирать. Но если решил не быть г**ном, и жить легко, и умирать. И жить легко, и умирать. И жить, и не умирать. И jij что здесь? Этоdtец. В чемiacи. Вот. Все. И очень быстро, и умирать. И сумирать.